да уж долго здесь видео не выходили а почему короче неважно переходим к видео инструктаж по айсбергу для особо одаренных говорю что это видео вышло просто извините я еще в будущее в игру буквально не научился заглядывать этот айсберг составлял не я а другой автор и кажется это мофикс ютубер был такой пмс и весь этот айсберг вышел довольно давно так что строго разбираем эти пункты не добавляя каких-то дополнительных а уж тем более свои факты я могу только убрать некоторые пункты из этого айсберга по следующим причинам первое это фейк второе этого не было в интернете третье я это не понял и четвертое просто эти некоторые пункты я посчитал скучными но вы не грустите от этого айсберг хуже не стал в этом видео увидите 64 пункта из этого числа еще будут некоторые пункты написаны фиолетовым шрифтом прямо как ремастерит из превью это те пункты которые не были в прошлом разборе а еще для некоторых скажу что на последних уровнях айсберга не обязательно должны быть все жуткие пункты на этих уровнях могут быть и пункты которые просто мало известны и причина того что я сделал ремастерит айсберга массе г монстр с думу объяснять не нужно можете сами посмотреть как он был ну еще одна причина то что много кто не понял чего-то в прошлом разборе айсберга вот и кстати музыка которая была видео ладно давайте уже погрузимся в этот айсберг все равно все скипнули этот инструктаж ну как бы этот факт говорит сам за себя вот биография монстра там пишут либо факта монстре либо его историю на официальном канале массе г монстр с есть прямые трансляции но говорится именно про старые трансляции в них как нетрудно догадаться говорили о игре про обновления про акции в игре и там даже были фанатские работы но всему этому пришел конец девятнадцатого декабря 2022 года вышла 110 серия этих старых трансляций у монстров как и у нас существует свой собственный язык который по письменности чуть напоминает на английский в игре же этот язык встречается почти везде давным давно когда-то было приложение по названию массе ге монстр с гайд мсм руководство которое помогало некоторым игрокам в продвижении в игре в этом гайде было почти все как например в массе ге монстр с фандом и я реально в те времена думал что это приложение было создано другими людьми но оказывается это правда официальное руководство старая ритм игра от big blue bubble настолько старая что после этой игры вышел только массе ге монстр с а что же связывает эти две игры схожий стиль рисовки это что в самом массе ге монстр с есть отсылка на тампис и те кто в комментарии сейчас напишут скажу да я знаю что вышел ремастер тампис но к этому пункту он ни к чему и еще этот кусок сценария был написан давно и из-за этого ремастер тампис я здесь и не упомянул если вы вдруг начнете свой путь массе ге монстр самого начала то вы обнаружите на острове закрытую структуру питомника который сможет открыться на седьмом уровне это сейчас в игре а вот раньше питомник можно было приобрести только в маркете за 200 монет вот смешайте какую нибудь игру в 3 в ряд и массе ге монстр с вы получите фуркон джели дримс игра была довольно старая и она не смогла просуществовать нормально просто прекратили работу над игрой все закончилось на воздушном острове который должен был быть обдавлением для игры скорее всего так как в игре было доступно всего два острова растительные и холодные полная же игра должна была составлять все пять природных островов и плюс еще один остров о котором мы поговорим позже как понятно из названия этого факта у помпом есть семья по имени помилы и вот сейчас перед вашими глазами вы видите кто в этой семье есть и в будущем эта семья будет пополняться а то есть например скоро когда-нибудь выйдет эпическая суза который будет ходить в эту семью и вроде бы все а подождите а почему тут монстр пачка ну потому что по каким-то причинам ее приняли в эту семью если бы я составлял этот айсберг я бы этот пункт поставил где-нибудь на дне потому что я вообще не знал что есть такая игра которая похожа на массе game monsters только с франшизой маппеты можно подумать что это какой-то плагиат но нет это вообще не так игру создали big blue bubble и disney боже белые глоба моя головная боль сука короче белые глоба они как бы есть в игре ну точно не те которые находятся на острове композитор они просто сделаны под дизайн острова вот что я точно считаю на все сто процентов белый глоба так это вот этот скриншот который был сделан в игре буду его называть абсолютно белый глоб а значит вот как сам говорил что их нету в игре а на самом деле они есть да он есть в игре но частично если верить фандому то этот глоб виден только в течение одного кадра если его развернуть не знаю лично я с таким не сталкивался а значит получается на этом скриншоте мы видим как бы фантома или просто шаблон для обычных цветных глобов то есть этим абсолютно белым глобом конечно же пользоваться полноценно нельзя и из-за этого я и сказал что он есть в игре но только частично вот это конечно сейчас не в тему но это вся ситуация похоже с белой пряностью в игре спор кто шарит тот поймет это однолиментный магический монстр обитающий на острове и святилище магии есть редкая вариация но этот пункт не для этой информации потому что муха фред появился не только 11 декабря 2019 года он и существовал раньше но только как идея и вот как он выглядел в прошлом а еще он должен был быть четырех элементным монстром на земляном острове было бы интересно послушать дуэт с ним и зеленкой мимик есть в игре но только в down fire но давным-давно у мимика была только текстура и идеи того что он должен делать в игре да тут такая же история как и с мухофлейтом только мимик раньше был необычным монстром у него были сразу все пять элементов природных монстров что из-за этого он не мог бы находиться ни на каком-либо острове где можно выводить монстров так как нету на острове сразу все пять элементов природных монстров также мимика необычно делает то что он должен был быть как студия звукозаписи и из-за этого понятно почему называется мимиком Разработчики отказались от Мимика в то время, но сейчас он есть Down of Fire только. А ещё поговаривают, что Мимик мог быть на Золотом Острове. И ещё у Мимика взяли одну часть текстуры, его старой версии, для редкой раковицы. Это означает сразу две вещи. То, как называется монстры в файлах игры, и их имена, которые вы можете перенавать. И, кстати, у каждого монстра есть небольшой список имён. Имя выбирается рандомно. Это можно проверить, если у вас много одинаковых монстров. И у них будут всегда разные имена. А ещё у монстров, в которых есть пара, у них у каждого есть по имени. Под комментариями прошлого разбора айсберга некоторые мне писали, что я объяснил всё правильно по поводу того, как Ублины находятся на острове Композитор. С помощью файлов. При этом я не знал точно, как это всё делается. Ну, в принципе, тут не было так всё сложно понять. Всё очевидно было. Вон я эта хуня там, вот эту... Убирай! Короче, поясняю всё ещё раз. На острове Композитор обитают только природные монстры и Глоубы. Никаких Ублинов нет. Но если поменять файлы какого-нибудь одного природного монстра на файлы Вублина, соответственно, будет Вублин на острове Композитор. Но оставаться всё таким же природным монстром. И такое можно провернуть не только с Вублинами. Так что вы не думайте, что вы, блин, и заскочили в гости на остров Композитор, попить чаю и помочь монстрам прообразить композицию. Здесь даже и говорить ничего не надо. Описание остров Псионики отсылают на Космический остров. Кристаллы внешних островов ввести на магических, в виде замка. Их такое же количество, да и схожи они немного. И на худой конец. Сейчас на магических островах стало много угоденных монстров. И на внешних островах примерно столько же. И вообще внешние острова пропали по разным причинам. И на их место встали магические острова. Ну как это так? Они пропали и опять появились, и стали что ли магическими островами? Что? Нет. То, что их не места заняли магические острова, это не означает сразу, что это один и тот же остров. Магические острова это совсем другие сущности, которые просто заняли места пропавших внешних островов. В этом видео мы уже затронули и поняли, что Тампи с Масси Геймонстр связаны. А если говорить про Дауну Файр, то тут и объяснять ничего не надо. Потому что это приквел. А то есть некоторые игры с Масси Геймонстр связаны довольно сильно. А вот с другими же играми чуть иначе. Они связаны только с чем-то одним. Например, Флинг А Твинг. В Масси Геймонстр есть украшения и костюмы, отсылающие к этой игре. Вот ещё пример. Масси Геймонстр плейнграунд. Эту игру связывает с обычным МСМ то, что в описании Карабаса есть намёк на ту самую игру. Ну и конечно опять же, некоторые украшения и костюмы тоже связывают. Короче, много кто писал под прошлым разбором, что это корейская версия, а не китайская. Да, я был неправ, просто перепутал языки, но неспроста. В общем, комментаторы, которые это писали, вы тоже неправы. Но на 50%. Потому что есть и китайская, и корейская версия Масси Геймонстр, и они жутко похожи. Разве только и в той, и в этой версии чего-то и нет. Зато в этих версиях много разных плюшек, чем у обычного МСМ. И кстати, у них же, самых первых, появились скины для монстров, что потом и позаимствовали в обычном МСМ. А также некоторые внимательные зрители сейчас заметили, что это старые версии Масси Геймонстр. Что приводит к грустному выводу, так как вы не увидите нигде новых версий. Потому что все сервера были уже давным-давно отрублены. И из-за этого и ни в китайскую, и ни в корейскую версию невозможно будет зайти. Причина того, что сервера были отключены, это истёк лицензии от BigBlueBubble. Да, это не какие-нибудь отдельные секретные версии. Кстати, сами создатели разрешили другим разработчикам что-то делать в ихней игре. Но только для Китая и Южной Кореи. Кстати, разработчики одни и те же. Создали китайскую и корейскую версию. Мало кто помнит, но когда вышел только Костяной Остров, у пустала на ветке был оранжевый лист, вместо ягод. Могу добавить только к этому то, что разработчики просто решили изменить это. Хотя лично мне больше нравился оранжевый лист. У драконга в файлах есть одно кое-что странное. И это текстура шеи, у которой присутствует почему-то глаз. Если что, этого не должно здесь быть. И точного ответа к этому нету. Есть только мысли, что это какая-то метка, или это некая ранняя версия монстра, или просто пасхалка. И нет. Эта текстура никак не относится к фанатской игре The Lost Landscapes. На канале Masigi Monsters тема есть трек Cold Island. И там есть момент, где Смедуб смеётся. И так как в прошлом разборе айсберга многие этого не услышали, ну люди просто плохо слышат, я этот момент повторю несколько раз. Помпинг, этот монстр, уже есть Masigi Monsters и Dawn of Fire. Но он также, как и Mimic и Muhaflate, судя по данным, тоже существовал раньше как идея. Только по сравнению от этих двух монстров, у Понпинга даже в то время дизайна не было. Лишь описание, как он выглядел. И информации о нём тоже было мало. Известно также, что Понпинг, как и Muhaflate, планировался четырёхэлементный монстр. Но уже только для Водяного острова. Что это точно подразумевалось, я не знаю. Так что мне пришлось додумывать самому. И как в прошлый раз я плохо это объяснил, скажу очень подробно, а вы слушайте внимательно. В игре насчитывается всего 19 обычных вубленов. А 14 это скорее всего те вублены, которые вышли при обновлении. А то есть если мы вспомним, что остров вубленов когда только вышел, то на нём было всего 5 вубленов. Потом выходит обновление, появляется один новый вублен, Zuccair. И если мы будем так считать и дальше новых вубленов, то выйдет как раз таки 14. А если говорить ещё проще, то берём изображение всех вубленов, убираем тех, которые вышли вместе с островом. И вот, у нас и получается 14 вубленов, которые вышли при обновлении. Это я и хотел донести в прошлом разборе. Надеюсь теперь понятно. Есть Спурит, дополнительный сезонный монстр. А есть Доктор Спурит, тот следователь, который был первым открывателем эпических монстров. Да-да, на официальном канале об этом можно узнать поподробнее. Вон, роликом уже 5 по 6 лет. И вообще Доктор Спурит очень хорошо знает мир монстров. Только здесь есть кое-какой вопрос. Не является ли Спурит, дополнительный сезонный монстр, Доктором Спуритом? Ведь описание монстра Спурита намекает на то, что это один и тот же персонаж. Тем более взгляните на эту шляпу. Ничего не напоминает? Да, прямо такая же, как у дрессировщиков монстров. Это ещё даёт пищу для размышления. Ну хотя, вы можете это воспринимать как хотите. То, что Спурит и Доктор Спурит, абсолютно разные персонажи, либо же наоборот. Кайну. Это так называется один концепт-арт Кайны. Если что, Кайна – это английское название Ловатёки. Но почему же этот концепт называется Кайну? Потому что изначально Ловатёку хотели сделать мужественной. И из-за этого и называется Кайну. Но позже решили лучше сделать женственной. Кайна. А ещё у редкой Ловатёки можно встретить имя Кайну, как отсылку к этому концепт-арту. На старой карте монстров, если посмотреть внимательно, можно заметить шов. Это барьер, отделяющий мир монстров от мира людей. Но всё же такие острова, как Остров Сахабуша, Остров Племени, Остров Композитора и Колизей Песни, они связаны со швом. Поскольку не только то, что на острове Композитор есть описание про шов, а то, что эти острова хоть как-то связаны с человеческим миром. Остров Сахабуша основан на реальной песне. И вообще, вы никогда не задумывались, почему на этом острове две луны? Да-да, одна луна из мира монстров, а другая из мира людей. Остров Композитора, вы создаете свою собственную композицию, и другие люди тоже. Остров Племени, мы собираем племя из друзей и других людей. А на Колизей Песни, наоборот, мы сражаемся с другими людьми. Если брать с самого начала, то в Дауну Фаер монстры питаются всякой разной едой, у которой нет никакого мяса. Вроде. Но если брать уже Масиги монстров, то там целых два блюда, где может быть мясо. И еще есть одно блюдо, которое 100% мясо. Что с этого получается? Окей, предположим, что эти три блюда действительно мясо. Но! Откуда, когда монстры берут это самое мясо? У них нет никакого женатноводства для добычи мяса. Так что правильным и логичным ответом для этого пункта может быть то, что это все соевое мясо. А то есть, мясо для вегетарианцев. Эту надпись можно заметить на изображении, где Карабас тусит вместе с вубленами. Она написана на языке монстров. Если перевести, то получаем W, B, плюс G, что относится к вубоксу и Гальване. Это, так скажем, инициалы монстров. Но что же это все-таки означает? Как многие мне твердили в прошлом разборе, это означает то, что Гальвана создала Карабаса. Что я уже и так очень давно это знал. На самом деле, в прошлом разборе я имел ввиду то, что это может быть каким-то будущим обновлением. И вот почему я и сказал в конце этого пункта «К чему бы это?» И между этими буквами есть плюс. К чему бы это? Ну и под конец еще одно объяснение, что это может означать. Банально и просто. Карабас плюс Гальвана равно вублины. Ну, почему бы и нет? Все довольно сходится. Даже у такого острова, как Остров Племен, есть неиспользованный контент. И это неиспользованная пенни Дэнди Птицы, которая больше всего похожа на пенни Зерномеха. Слушайте. Для некоторых скажу, что речь идет о копилке Down of Fire, а не о той. Короче, это неиспользованный и бесполезный предмет, где вы могли бы хранить в нем валюту, так же как и на счетчике, что не имеет в этом предмете никакого смысла. Только если вы не тот игрок, который не умеет копить на счетчике. Ёбаный рот этого казино, блять! В массе Гемосовс Композер обнаружили ранее редкое яйцо лопаги. Скорее всего, это является тест текстуры с заполнителем. А если говорить о обычном МСМ, то там тоже есть ранее яйцо лопаги, но обычное. Который принадлежит собственно самой ранней лопаги. Если честно, меня эта хрень в детстве пугала. Это бета-версия Down of Fire и в ней безусловно были старые версии монстров и их звуки. Но все же потом разработчики сделали Down of Fire таким, который мы видим сегодня. А название ничуть не хуже предыдущего. Down of Fire рассвет огня. Вот мы и пришли к тому острову, о котором мы хотели поговорить. В общем, в Фуркон Джили Дримс был найден фон, который очень похож на эти реальный остров. И это нам говорит о том, что в игре должен еще был быть дополнительный шестой этап. Это означает не только фанатские острова с таким же названием. Это означает еще и то, что если в это верить, в файлах Down of Fire было найдено название остров Лимба. И выяснилось, что этот остров связан с островом скорого появления. Все, говорить о острове Лимба что-то еще больше нечего. Об этом информации крайне мало. Так что, что было, с тем и поделился с вами. Играет музыка, такая версия действительно существует. Или уже даже существовала. Такую версию можно встретить только в плеймаркете, если у вас игра не установлена. Я ее самолично играл. И как свойственно демо-версии, здесь монстров от Блюшка до Избалолиста. Доступны пару сооружений и некоторые украшения. А также монстры продаются очень дешево. Монеты даются мгновенно, и монстры выводятся моментально. Конечно же, это все сделано для того, чтобы попробовать игру и скачать. Это не вышедший кристалл из Down of Fire. До сих пор непонятно, почему это еще не добавили. Но возможно, он в дальнейшем появится. Это все касаемо Down of Fire. А еще этот кристалл должен был находиться на каких-то неких огненных землях, которых Down of Fire вообще не существует. А если мы поговорим о простом Асиге Монстрс, то этот кристалл пирозита есть в виде замка на огненном убежище и на огненном оазисе. Я зеленый. Относится к лицу Мухофлейта, которая еще являлась отсылкой на заполнитель биографии Мухофлейта. Мда. Также добавлю, раньше, когда Мухофлейта обнаружили без маски, это считалось что-то секретным. Ну а теперь, когда вышел официальный трейлер, где там в одном моменте Мухофлейт без маски, это уже стало просто что-то обычным. Для начала скажу, кто такой вообще Дус. Это вырезанный монстр из Down of Fire, который в итоге стал Безонором, потому что Дус самая ранее известная версия этого монстра. Да и схожи они. А теперь насчет тизера. Возвращаясь к прошлому разбору Айсберга, я сказал, что у Дуса нету тизера, а есть только это изображение, где он далеке на горе, что как раз таки и было тизером. А теперь внимание. Если мы отбросим тот факт, что Дус стал Безонором, то разработчики сделали тизер на то, что уже никогда не выйдет в игре. В Стархинже имеется 12 символов элементов, но нашелся и 13-й неиспользованный символ, который почему-то выглядит как знака Зодиака Стрелец. Что появляется такая мысль, что разработчики раньше на Стархинже хотели сделать все знаки Зодиака вместо элементов монстров. Что странно. Огненное убежище где находится? Внутри вулкана. Что это за вулкан? Тот, который находится рядом с континентом. Но континента нет, только вулкан. Монстры сейчас на островах. Следовательно, острова и разрушили континент. Но каким образом? Наверное, так же, как и появился Колизей Песни. В его описании написано, что он вырвался из-под земли. Так вот, и другие острова могли сделать так же. вырваться из-под континента и разрушить его. И острова это все делали в спящем состоянии, потому что сейчас есть структура Гигаглаз, которая каким-то образом пробуждает остров. И вот остров, когда просыпается, он абсолютно спокоен. Просто пялится, издает звуки, не пытаясь что-то разрушить или убрать монстров в своей головы. Речь идет о вубльнах, а именно о ихней папке с игрой, где раньше вроде бы они были подписаны как подчиненные. Что, зачем это, почему, непонятно. Некоторые думают, что это связано с Карабасом, так как он создал вубленов, и из-за этого как бы есть связь с этим словом. Сейчас, скорее всего, эту папку давным-давно переновали разработчики, но оно и понятно, ведь звучит довольно слишком. насчет игры в память сложно сказать, а по поводу этого неиспользованного звука Брампа скажу, что он очень похож на пение Дермита. edo славы на фортепиано, но ихнее само фортепиано выглядит больше на кассолофон, что, наверное, бы подходило, потому что кассолофон более детский инструмент, но из-за этого полностью рушится смысл синябра, ведь клавы задумался как монстр, который играет на пианино от фортепиано. А что по поводу звука? Ну если верить этой информации, то кламны с Даунуфайр раньше должны были издавать тот же звук, что и Диадама на континенте. В Даунуфайр много каких структур не вошло в игру. Причины этого разные. А на таких островах, как водяной и земляной зеркальный, есть как раз таки эти две неиспользованные структуры. Это можно определить только по его концепт-арту, так как здесь есть маленькие вариации самого Кулды Колобаса. А если здесь есть маленькие, следовательно Кулды Колобас должен был быть на континенте и быть огненным монстром. Так как я напомню, еще не было таких монстров, как например Ниарлы, Бивински и Смычакит. И из-за этого маленький Кулды Колобас занял бы одно из этих мест и стал бы пятиэлементным огненным монстром. Но сейчас в игре мы имеем, что имеем. Этот факт я понял только благодаря этому видео. И вот сейчас будут писать такие комментарии. Кулды Колобас не должен быть огненным монстром, а сезонным должен быть, потому что в Даунуфайр сейчас выход сезоны. Вообще-то нет, так как этот концепт-арт вышел очень давно, до этого обновления. Так что это все даже в проекте не было. Сейчас в это время этих сезонов всего три. Хэллоуин, Рождество и День Всех Влюбленных. В будущем и дальше будут появляться новые сезоны. Так в чем же странность? Почему этот пункт находится так низко? А дело вот в чем. То, что раньше сезонов в Даунуфайр вроде как было ровным счетом нисколько. Максимум это Рождество и то без маленького Йолли. То есть этот пункт, возможно, напрашивает вопрос, почему нету сезонов в Даунуфайр. Что уже не актуально, конечно же. Ведь в игре уже появляются сезоны. Но я точно не знаю, что хотел сказать автор этого айсберга этим пунктом. Может он имел ввиду совсем другое. Звучит как фейк. Но такое бы реально могло бы быть. Потому что Кулды Колобаз самый первый дополнительный сезонный монстр. И в то время, когда он вышел, еще не было новых дополнительных сезонных монстров. Так что бы не быть ему там? Но сейчас, если бы Кулды Колобаз был бы на Золотом острове, другие дополнительные сезонные монстры должны будут быть там тоже. И согласитесь, на этом была бы уже какая-то билиберда. Так что только джем в сборе может находиться на Золотом острове. Потому что он здесь вписывается. Сейчас эти кристаллы уже есть в Даунуфайр и в мастике монстр с виде замка. Но дело в том, что они и раньше были, но являлись неиспользованным контентом. И долгое время не выходили в игру. Также добавлю, что кристаллов внешних островов было всего 3, а не 4. Только когда вышло обновление про внешние кристаллы, разработчики добавили новый четвертый внешний кристалл. Но тут название говорит само за себя. Это тот инструмент, который доступен только разработчикам. И как свойственно панель администратора, с помощью этих кнопок может и восстановить аккаунт, и прислать валюту разным игрокам, и самое интересное, создавать немыслимое количество ресурсов в игре, что нужно для тестов. Эта панель высветилась в 33-м выпуске Масиги Монстр с прямой эфир, что потом эта панель и стала известной. Будь эта панель у какого-нибудь игрока, этот игрок был бы богом в игре. Ещё можно поговорить о этой панели, а именно её кнопках. И это почему на них изображено яйцо Смачерога. Точного ответа нет. Но есть у меня предположение, то что Смачерог по-английски называется Боугард. Ну то есть первая буква Б, название этого монстра. И Big Blue Bubble, тоже первая буква Б. И из-за этого и был взят Боугард как ассоциация с компанией. Да, это действительно так. И в этом нет ничего загадочного или странного. Это вы можете увидеть сами в трейлере Огненный Оазис. А ещё есть остров Сезонная Хижина, который тоже был создан монстрами. А вот Колизей Песен я не беру в счёт, так как нет подтверждения того, что остров создали монстры. Хотя, кто знает. У дворца так такового не должно быть элемента. Но всё же есть предположение, что вот этот тот золотой элемент как раз таки и есть элемент дворца. Но остаётся два вопроса. Почему этот элемент природный? Возможно он такой же первый, как и природный. И он вышел вместе с природными элементами. А почему этот элемент нулевой? Наверное потому, что этот элемент в теории есть в игре, но нигде не зафиксирован. И из-за этого и считается нулевым. А хотя вообще вдобавок, этот элемент можно было увидеть как элемент золотого острова на одной из старых версий Massingy Monsters. И под конец всего этого вы спросите, а зачем дворцу элемент? Ну наверное потому, что он издаёт басовый звук. И это с этим связано. В это мало верится, но в старой биографии Карабаса было написано следующее. Уникальная энергия Карабаса способна создавать бриллианты из воздуха. Сейчас этот отрывок из биографии по каким-то причинам убрали. Также этот факт подкрепляет то, что в некоторых рекламных ставках от игры, или типа того, Карабас всё время находится рядом с рудником. Если рассуждать по логике и не брать в счёт описания Гуджуба, что он там дышит, хотя возможно он единственный монстр, который вообще дышит, но не суть, то монстры много на каких островах не могли бы дышать. На таких, которые полностью под водой или где просто не вырабатывается кислород. Но есть один остров, на котором монстры точно не смогли бы дышать. И это космический остров из Дауна Фаер. Естественно, в космосе нет воздуха. Но монстрам это не мешает играть свою шарманку. В самом первом и официальном трейлере по масике Монстрос под конец видео можно заметить кое-что любопытное. Тёмно-синий маракостук. Точно неизвестно, с чем это связано, но есть предположение, что это ранний цвет маракостука, который должен был быть в игре. Но всё же потом решили переделать. У мамонта есть один концепт-арт, где он в виде акулы. И уже как посмотришь на этот концепт-арт, понимаешь, почему именно этого мамонта не добавили в игру. Первое, элемент снега этому монстру никак не подходит. Больше подходит элемент воды. И второе, странный дизайн монстра. На этом всё. В общем, Биг Блубаббл планировали сделать мультик по масике Монстрос, который бы назывался почти так же, как игра. Но, к сожалению, это дело прикрыли. Вот сейчас будут некоторые говорить, что в далёком будущем всё же выйдет мультик. Но знаете, к этому я всему отношусь скептически. А насчёт пилота... его нет. Это связано с Днём Благодарения, что в этом празднике помилуют индейку. И из-за этого и получается, что Кулды Колобас помилованы. Но почему? В трейлере, с которого должно это браться, когда Кулды Колобас впервые появился, монстры за его появлением просто стали радоваться да устроили праздник. Но если всё связывать реально с Днём Благодарения с таким, какой он есть, и то, что Кулды Колобаса реально помиловали, то, с другой стороны, его могли бы... съесть? Ну стоп, монстры же веганы. Чё-то здесь не сходится. И тут выходят два вывода. Либо монстры День Благодарения празднуют так же, как и люди, либо монстры День Благодарения празднуют немного иначе. Изменяет традиции этого праздника. Говоря проще, монстры Кулды Колобаса и не помиловали, но и не собирались съесть его. И монстры остаются всё же веганами. Это фанатская теория, что якобы славуны поедают ноты из реликвий, которые являются ранней формой монстров. Это связано из одного куплета Парл Соны. Она поёт. И нота становится монстром. Который они поедают. Но потом всё же эту теорию опровергли. Но оно и понятно. Потому что иначе не было бы никакого мира у славунов вместе с монстрами. Так что реликвии это просто валюта и ещё одна пища для славунов. Это таинственный и неиспользованный монстр, о котором очень мало информации. И вообще, планировали ли его добавить? Вот что о нём известно. Это монстр, который должен был быть Даунафайр. Являлся бы двухэлементным, потому что в его названии есть две буквы. F Огонь, G Тень. Да-да, тот самый териальный элемент. У Даунафайр вообще нету такого понятия, как эфирные монстры. Потому что их нет. Что ещё больше всего удивляет, так это гибрид. Огня и тени. Да, вы всё правильно поняли. Огненные, эти реальные монстры. Это уже от разряда невозможное. Но поговаривают, что это, возможно, была всего лишь отпечатка. И этого монстра не должно быть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...